Добродетельная жена Если выделить на основании Священного Писания одно качество жены, угодной Богу, которое больше всего восхваляется в Библии, то это будет качество добродетели. В Писании очень много сказано положительного о добродетельной жене. Давайте приведем несколько примеров. Книга Руф 3.11 Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знает, что ты женщина добродетельная. Книга Притчей 12.4 Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Притча 31.10 Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Притчей 31.29 Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Кто же такая добродетельная жена? Какими она владеет качествами? Что она делает, чтобы заслужить это определение добродетельной жены? Полнее всего, на это нам дает ответ 31 глава книги Притчей Соломоновых. Давайте мы обратимся туда, чтобы посмотреть, кого Священное Писание называет добродетельной женой. Во-первых, мы можем увидеть из этой 31 главы книги Притчей, что она верна своему мужу, и он уверен в ней. То есть самая первая характеристика добродетельной жены – это верность своему мужу. Написано, что сердце ее мужа уверено в ней. Книга Притчей 31 глава 10-11 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Почему сердце мужа добродетельной жены уверено в ней? Потому что он убежден в ее верности ему. Он доверяет ей. Он знает, что его жена находится с ним в завете брака и относится к этому завету и своему обещанию верности мужу очень серьезно. Второе. Она воздает своему мужу только добром. В Писании сказано, что добродетельная жена воздает своему мужу добром, а не злом, на протяжении всей своей жизни. Книга Притчей 31 глава 12 стих. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. В семье могут быть разные ситуации, и муж не всегда может поступать правильно по отношению к своей жене. Но добродетельная жена умеет прощать своего мужа и делать ему постоянное добро, несмотря на его ошибки. Она не держит на него зла, не мстит ему, если он поступит чем-то неверно по отношению к ней. Третье. Добродетельная жена трудолюбива. Она с охотой работает своими руками, лень чужда ей. Трудолюбие очень важное качество для успеха в семейной жизни, как для мужа, так и для жены. Когда женщины праздны, это может привести к развитию у них других пороков. Книга притчей. 31 глава с 13 по 14 стихи говорит нам так о добродетельной жене. Добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. 31 глава 22 стих. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. А в 1 Тимофею 5.13 написано, что происходит, когда женщины бывают праздны. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам. И бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Трудолюбие является настолько важным качеством добродетельной жены, что о нем будет повторено еще несколько раз в этой 31 главе книги притчей. 4. Она умеет управлять домом. Одним из важных качеств добродетельной жены является умение управлять домом и распределять работу по дому. Она не делает все сама, но, исполняя часть работы по дому лично, она также знает, как мудро распределить другую работу. Книга притчей 31.15. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. 27. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Конечно, сейчас большинство семей не имеют служанок, но мудрая добродетельная жена знает, как распределить часть работы между своими детьми. Она знает, что им можно доверить, к чему они способны и как приучать их к труду. Она способна не только раздавать работу, но и наблюдать за ее исполнением. 5. Она предприимчива. Добродетельная жена не только трудолюбива сама и умеет распределять труд по дому между другими, но она также предприимчива. Она с благословения своего мужа может принимать решение о некоторых важных покупках и продажах, как сказано в 31 главе притчей 16-19 стихи, 22 стих, 24 стих. Она находит способы для зарабатывания денег, находясь дома и управляя домом. Книга притчей 31 глава 16 стиха говорит нам так. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. И 31 глава книги притчей 24 стих говорит нам такие слова. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Как мы можем увидеть из этих стихов, добродетельная жена предприимчива. Она не просто ждет, что муж будет полностью обеспечивать семью всем, потому что это его обязанность в семье. Она помогает своему мужу в этом и находит способы приносить дополнительный доход в семью. Шестое. Она милосердна и заботится о бедных. Добродетельная жена думает и заботится не только о материальном благополучии своем и своей семьи, но она также имеет милосердие и сострадание к бедным и помогает нуждающимся. Книга притчей 31 глава 20 стих говорит нам о ней такие слова. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Добродетельная жена живет не только для себя и своей семьи, но она помнит о людях, которые имеют нужды, замечает их и помогает им. Седьмое. Добродетельная жена заботится о своей семье. Она заботится о необходимой одежде для своей семьи и себя. Она понимает, что это ее задача, чтобы муж и дети были хорошо одеты, чтобы им было тепло и чтобы они хорошо выглядели. Книга притчей 31 глава с 21 по 22 стихи. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, висон и пурпур одежда ее. В древности одежду люди чаще всего делали для себя сами, хотя одежды из дорогих материалов обычно покупали. Но в настоящее время мало кто делает для себя одежду сам. Следовательно, теперь добродетельная жена обеспечивает свою семью нужной одеждой, делая необходимые покупки. Восьмое. Ее добродетельность придает чести ее мужу. В книге притчей сказано о муже добродетельной жены такие слова. Это 31 глава, 23 стих. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Почему в описании добродетельной жены вдруг вспоминается ее муж и то, что он известен у ворот и сидит со старейшинами земли? Вероятно, потому что добродетельность жены придает чести и уважение ее мужу. У ворот обычно сидели судьи и старейшины земли. Добродетельность жены способствовала тому, что ее муж достиг этого положения особой чести, уважения и признания. Девятое. Она позитивно настроена. Она весело смотрит на будущее. Итак, еще одна характеристика, я бы сказал, важная характеристика добродетельной жены. Она позитивно настроена. Она не унывает и не переживает за свое будущее. Она весело смотрит на будущее. Об этом написано в 31 главе книги притчей 24-25 стих. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Откуда этот позитивный настрой и взгляд в будущее? От ее уверенности в Господе, ее доверии Господу. Ведь только Господь может дать и дает нам эту уверенность в хорошем будущем для нас. Немного далее в описании добродетельной жены сказано, что она боится Господа. Это 31 глава, 30 стих притчей. Именно обладание страхом Божьим является причиной ее веселого взгляда на будущее. Когда наше сердце пребывает в страхе Господнем, у нас есть будущность, и наша надежда не потеряна. В 23 главе притча из 17 по 18 стих написаны такие слова. Да не завидует сердце Твою грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда Твоя не потеряна. В Иеремии 29, 11 Бог говорит такие слова своему народу. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Еще одно место притчи 14, 26. Добродетельная жена обладает страхом Божьим, и это является ее основанием для ее веселого взгляда на будущее. Десятая добродетельная жена имеет мудрость и кротость. Добродетельная жена имеет мудрость и кротость, и это является очень важным для успешного устроения дома. В книге притчи 31, 26, 27 написано так. «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». В 14 главе притчи первым стихом сказано так. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Мудрость добродетельной жены выражается в ее способности устроять свой дом, а не разрушать его. Основанием этой мудрости является страх Господень, которым она обладает. Книга притчей 110, 10 говорит нам так. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». А в Иова 28, 28 написаны такие слова. «И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». О добродетельной жене сказано так. «Кроткое наставление на языке ее. Когда она открывает свои уста, там не услышишь глупых пустых слов и разговоров. Там не услышишь сплетен, клеветы или ропота. Добродетельная жена говорит мудро. Она наставляет детей с кротостью, а не с криком. Она подсказывает что-то мужу, когда есть в этом необходимость, и делает это не в приказном тоне и не с раздражением или злобой, а скротостью, как помощница, соответственная ему, а не как его начальника». Из истории Авраама мы знаем, что иногда мужьям нужно прислушиваться к советам их жен, как Бог повелел Аврааму в Бытие 21.12. Но из истории Адама мы также знаем, что делать это следует не всегда, как мы можем увидеть из книги Бытие 3.17. Одиннадцатое. Добродетельная жена вызывает похвалу у детей и мужа. Прочитав описание добродетельной жены, можно понять, почему далее делается следующее заключение. Это книга притчей, 31 глава, с 28 по 29 стихи. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Добродетельная жена вызывает похвалу и восхищение в своем муже и детях. И двенадцатое. Она боится Господа. Она имеет страх Господень. При завершении описания добродетельной жены, дана причина и основание ее добродетельности. Причина, по которой она добродетельна и основание для ее добродетельности – это страх Господень. Мы уже раньше обращали внимание на то, что добродетельная жена боится Господа, и в этом секрет ее добродетельности. Давайте прочитаем книгу притчей, 31 главу, с 30 по 31 стихи. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». И книга притчей, 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Вот таким образом Священное Писание описывает нам добродетельную жену. Каждая христианка должна стремиться к тому, чтобы стать добродетельной женой и быть венцом для своего мужа. Еще раз хочу напомнить в конце, что все это начинается со страха Господня. Да благословит Господь вас и ваши семьи в этот день! Субтитры создавал DimaTorzok